Привет всем друзья, сегодня с вами снова я Владимир И сегодня мы поговорим о том, как увеличить объем оперативной памяти на вашем Android смартфоне, планшете, ТВ приставке или в моем случае нетбуке Итак, вначале я должен вас предупредить, что во время создания файла подкачки программа, которая записываю видео подглюкивает И получается так, что она склеивает видеодорожку и аудиодорожку, да, звуковой файл асинхронно Поэтому в какой-то момент этого видеоролика, я сам точно того не знаю, произойдет смещение и речь моя не будет успевать за тем, что происходит на видеоролике Или же наоборот, видеоролик убежит далеко вперед, да, а я буду говорить о том, что совершаю задержку Но это, скажем так, издержка И, в принципе, да, еще поговорим о том, что дает вам увеличение оперативной памяти То есть в чем профит, для чего это нужно, кому это может потребоваться, есть ли смысл Смысл есть, но тут надо быть, наверное, честным самим собой, да, и не обманывать самого себя Основная, скажем так, причина, ну, многие думают, что увеличение оперативной памяти принесет повышение производительности То есть это не так, то есть давайте будем адекватны Увеличение оперативной памяти, давайте зажимать пальцы, что оно вам даст Первое, возможность запуска ресурсоемких игр, которые до этого во время загрузки вылетали Вариант номер два, это мой случай, игрушка Deus Ex The Fall работает плавно, меня все устраивает Но если я захожу в новую локацию, происходит загрузка, тут 50% на 50 Или игрушка нормально загрузится, или меня выкинет на рабочий стол Чаще всего меня выбрасывают на рабочий стол, потому что в фоне работает WhatsApp И другие приложения Вариант номер три, это возможность держать в памяти больше запущенных приложений То есть бывает такое, что у вас 6-7 программ работают в фоне, вы между ними переключаетесь Обычно это Word, сайт, я что-то перекидываю, что-то редактирую, то есть копирую, вставляю И потом переключаюсь на сайт, и выясняется, что вкладка закрылась, и меня встречает домашняя стартовая страница То есть памяти банально не хватило С чем это связано, да? Для многих, наверное, это не секрет Я понимаю, что я говорю очень много, но такой вот мой канал, я всегда стараюсь донести суть Почему мои действия, да, я как бы их объясняю Почему Android смартфоны, они значительно мощнее, чем планшеты Это связано с тем, что Android устроен таким образом, тут должна быть теория Что для того, чтобы телефон был телефоном, необходимо, чтобы в первую очередь работал модуль телефона То есть все смежные сервисы и службы, плюс службы Google То есть это геолокация, карты, он их никогда не отключает Если оперативной памяти становится мало свободной, то Android начинает налево и направо выкидывать из памяти левые приложения Под раздачу попадают игры, такие сервисы, как WhatsApp, сторонние музыкальные проигрыватели Одна из причин, почему у вас игры вылетают и музыка перестает воспроизводиться То есть просто он режет все, чтобы телефон мог принимать сообщения и телефонные звонки Ну а теперь поговорим о том, как это увеличивать и каким приложением Потребуется программа RAM Expander, она стоит денег Но прежде чем покупать ее, вы должны убедиться, будет ли она у вас работать Поэтому от этого разработчика имеется приложение Memory Swap Check В принципе, что делает эта программа Она проверяет, можно ли с вашим ядром, с вашей прошивкой на вашей системе сделать файл подкачки Куда потом будут дампиться приложения, которые не влаживают в основную оперативу вашего девайса Итак, давайте нажмем тест, это необходимо сделать После чего выбираем носитель Где мы будем создавать файл подкачки Я выбираю SD карточку Обратите внимание, что SD карточка должна быть как минимум очень хорошей Желательно 10 класс, высокая скорость чтения И теперь нам предлагается проверить результат Жмем на кнопку и смотрим, что нам показывает результат Поздравляем В принципе, все комфортно Вы можете создать, увеличить оперативную память до 4 ГБ То есть поверх моего 1 ГБ, также сверху будет 4 ГБ И предлагается купить приложение, либо отказаться и отказывать Потому что оно уже есть у меня на устройстве Запускаем программку В принципе, что хотел сказать Ну, программа стоит денег Удалите и... да Программа стоит денег И, в принципе, она себя оправдывает в полной мере, на мой взгляд У нее очень положительные отзывы и, в принципе, оценки на Google Play Но еще раз, да, подчеркиваю, что потом ко мне не было никаких претензий Да, но подписчики мои, в принципе, люди адекватные С их стороны я не рассчитываю на никакой негатив Но вот люди, которые проходят мимо, да, и случайно заглянули на канал Ощущение прироста производительности – это вещь довольно-таки субъективная И я еще раз говорю, что повышения производительности не будет в скорости работы Скорее плавность, да, и профит в том, что больше можно запускать программ и более плавно Итак, вот она нас встречает таким вот интерфейсом Естественно, обе требуют права суперпользователя У меня уже не спрашивают, потому что я их добавил в исключение Мы жмем оптимальное значение, после чего у нас, мы видим Создается пресет И здесь надо кое-что пояснить Давайте мы для начала выберем, где создавать файл подкачки Для этого проходим в меню и выбираем папку swap файла В нашем случае это будет SD карточка Выбираем ее Мы выбрали SD карточку, все у нас успешно И теперь мы должны поменять swap файл подкачки Тут есть такой нюанс, что я не знаю, почему разработчик так сделал Но профит, ну как бы разумно будет ставить файл подкачки в 512 мегабайт Либо 1 гигабайт То, что мне здесь предлагается 2 гигабайта У меня есть просто подозрение, что разработчик, да Просто исходя из уроков информатики Вспоминаем там школу, институт Я не знаю, как у вас преподали информатику Но файл подкачки обычно берут вдвое больше, чем объем оперативной памяти, да, физически То есть мне кажется, поэтому он предложил 2 Но я поставлю 512 То есть в моем случае с моей системы этого более чем достаточно Поставил 512 Жмем галочку активировать swap После чего придется подождать какой-то промежуток времени И вот сейчас, наверное, будет асинхронизация видео Может быть, ну программка глюканет То, о чем я вам говорил Пока создается файл подкачки Я, естественно, тоже прервать запись не могу Поэтому мы подождем Я скажу следующее Результат вас может удивить То есть у меня карточка Kingston на 32 гигабайта За полторы штуки Как бы обещали, что будет 10 класс с точной скоростью Высокая скорость записи Но у программки, как мне кажется Просто свои требования к SD карточке Потому что она показывает результат ниже, чем показывают результаты бенчмарков Я предполагаю, потому что она более требовательна Она более тесно будет работать с карточкой Естественно, файл подкачки будет находиться в состоянии динамическом Поэтому и запись будет происходить Ну, скажем так, обращение к SD карточке будет чаще Поэтому она показывает такой же результат Но у меня она показывала в прошлый раз 6 Сейчас посмотрим, что покажет сейчас Потому что, еще раз говорю Результат скачет И, может быть, это также связано с тем, насколько загружен смартфон Сейчас идет запись Может быть, показатель будет меньше Вот Ну, может быть, и она опять оклемается И покажет его больше Но это к тому, чтобы вы, да Не бежали в магазин сломя голову Ругаться с консультантами Что вы продали мне за ерунду Потому что, еще раз говорю Бенчмарки, которые тестят SD карточку Показывают результат выше, чем программа RAM Expander Итак Мы почти на финиш непрямой 500 506 И, поздравляем 512 И вообще показалось сейчас 5 Очень-очень маленькая скорость записи Нет, оценивать приложение не хочу Посмотрим, что у меня запущено Ну, запущено не так-то и много Но свободно всего-навсего 132 мегабайта Может быть, в фоне что-то мешает ей работать И для того, чтобы у вас файл подкаточки создавался автоматом При каждом запуске системы Мы ставим галочку Запуск при старте системы И, в принципе, файл подкаточки мы создали Еще раз хочу вернуться к программе Memory Check Мы ее сейчас запустим Я просто хочу сказать, что сам автор писал Что эта программа Зачастую некорректно работает на всех моделях Ну, не на всех моделях То есть, на некоторых моделях Samsung Из-за того, что там слишком кастомное ядро Слишком V-образно Android И смартфоны HTC То есть, перед тем, как покупать Обязательно скачайте swap-чек И убедитесь, что ваш девайс поддерживается Ну и, собственно, если мы посмотрим, что показывает система Сейчас мне доступно 150 мегабайт оперативной памяти Но, для того, чтобы мониторить файл подкачки Нам необходимо запустить виджет Поэтому мы пройдем в настройки и выберем виджет этого приложения Чтобы он показал действительно объем памяти на данный момент Виджеты у меня подлагивают Просто это косяк MIUI Плюс я записываю видео Поэтому тут будут точно существенные задержки И выбираем виджет RAM Expander Он у нас один Очень простая иконочка Давайте перемещу в один ряд, чтобы все было вместе И смотрим Памяти на данный момент 1,5 гигабайта Ну, 1484 мегабайта Из которых свободно 626 То есть, моя память свободная Которая в смартфоне физическая Суммируется с файлом подкачки Куда будут дампиться приложения и фоновые службы В принципе, да Если у вас будут какие-то лаги Такое может быть Ну, как сказать лаги Ничего вылетать не будет Все будет работать хорошо Если раньше вылетало Сейчас работает стабильно Но были такие проблемы Что, допустим, я выходил из игрушки Deus Ex В принципе И начинались беспричинные лаги То есть, как бы Я так понял, что просто из файла подкачки То, что туда сливалось Оно автоматом, может быть, программа зависла Не, скажем так Выгружалась из этого файла Поэтому я просто жал на виджет И мы ждем Просто RAM Expander Он автоматом все обнулит И, чтобы повторно создать файл подкачки Мы должны будем нажать на виджет еще раз Вот такая вот программа Замечательная Замечательная Я скажу больше Я ее пользовался на старом смартфоне На котором было 512 МБ оперативной памяти Сейчас, честно говоря Вообще не представляю Как можно пользоваться с таким объемом Оперативной памяти Но производители по-прежнему Выпускают бюджетные устройства И вот даже с одним гигабайтом Мне пришлось теперь Обращаться к этой программе Благо, что Android Как бы определил для себя Рекомендуемые системные требования Я уверен, что у всех У кого 2 гигабайта Да, я сужу по Nexus 5 Никаких проблем с производительностью нету И вот такое вот приложение Как RAM Expander Наверное, в скором времени Потеряет свою актуальность Но в любом случае Если у вас мало оперативной памяти Вам ее не хватает То смело качайте Пробуйте И, в принципе, пишите в комментариях Помогла ли она вам И еще раз хочу просто подсказать Постарайтесь найти решение Прежде чем ее покупать Вообще Google Play По политике Google Теперь можно возвращать приложение Не только в течение 15 минут Но и по прошествии суток Да, если написать репорт Почему вы возвращаете деньги Ну, требуете возврат Это раз Во-вторых, как и в случае с программой Каини Я тоже как бы рекомендовал Она стоила 150 рублей Прежде чем купить полную версию Да, и даже вот этот вот тест Который я запустил Все-таки Чтобы почувствовать профит И если вам нужны постоянные обновления То перед покупкой полной версии Ну, я еще раз говорю Я не приверженец пиратства Но все-таки По возможности Да, затестите Как ведет себя Полноценная версия На вашем устройстве Я думаю Мне не имеет смысла Говорить, как это сделать С вами был Владимир Подписывайтесь на канал Комментируйте Ставьте палец сверху Ждите новых видеороликов Пропал по той простой причине Что конец года Сессия Все дела Но сейчас все благополучно закончилось И ждите кипку новых видеороликов Всем пока и до скорых встреч